Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире» Дополняю данными из википедии и из интернета Теодорикс Великий получил образование в Константинополе, будучи отосланным туда в семилетнем возрасте в качестве заложника Наследов отцовский престол, стал королем Остгота После различных выступлений как за, так и против императора Восточной империи Зенона и войне с Адаакром, окончившийся убийством последнего взятия Моровенны, стал править в Италии Теодорикс принес в Италии временный мир и процветание Он поощрял литературу и искусство, но запутавшись в религиозных доктринах, так как сам исповедовал арианство И в интригах в борьбе за власть развязал кампанию террора, жертвами которой стали Боэци и Симонс И кончил свою жизнь полным разочарованием во всем Его надгробный памятник, двухъярусный купольный склеп, одна из достопримечательностей Равенны Теодорикс, герой одной из германских саг под именем Дитрих фон Берн Где его судьба подтверждает переменчивость фортуны Из Википедии Стремясь восстановить славу Древнего Рима, Теодорикс правил Италии в одной из ее самых мирных и процветающих периодов И соответственно был провозглашен новым Трояном и Валентинианом I за его строительные усилия и религиозную терпимость Его дальновидные цели включили в себя заимствование лучшего из римской культуры И сочетание этого с готической энергией и физической мощью, как пути в будущее Относительно дружественное отношение между готами и римлянами также делает королевство Теодорикса примечательным Историк Норвич писал Ни один другой германский правитель, воздвигший свой трон на руинах Западной Римской империи Не обладал и долей его государственного ума и политического видения И когда он умер, Италия потеряла величайшие своих правителей раннего средневековья Не имевшего себе равных вплоть до времен Карла Великого Ну вот так вкратце о Теодориксе Великого Пока-пока, до свидания